Всем привет друзья! Сегодня я хотел вам представить обзор на новинку на компанию ASEM. Модель под номером 24 017. Пожарный автомобиль Ford. Ну первое что мы видим красивый красочный боксер. Модель у нас в двадцать четвертом масштабе, поэтому любители двадцать четвертого масштаба эта модель для вас. Первое что у нас? Это один пакет с литниками, миниатюра и инструкция. Ну что у нас с инструкцией? Давайте с миниатюра. Так, ну тут у нас один литник. Показываются номера деталей, которые, опять, краски. Которые компания ASEM предлагает для краски данной модели. Далее. Здесь у нас показаны фигуры. Это номера красок. Цифрами показаны номера деталей на литниках. Следующая у нас, что мы видим, это инструкция в виде журнала формата A4. Тут у нас техническое описание модели и номера красок. Давайте так же вам покажу. Красным показываются детали, которые не используются при сборке данной модели. Инструкция она достаточно подробная и при сборке не доставит вам никаких проблем. Также вы обращу внимание, что это у нас 24 масштаб и модель она такая достаточно большая. Так что я считаю, что она вам очень-очень понравится. Все шаги подробно вписаны. Модель будет не сложная. Количество шагов небольшое. Уже окончательный вид модели. Вот варианты краски, которые предлагает компания. Далее. Следующая литника с фигурами. Миниатюра. Миниатюра на 24 масштабе. Это у нас, насколько я понимаю, два пожарных. Два или три. Миниатюра на 24 масштабе. Миниатюра на 24 масштабе. Супер. Сколько обзоров не делал, это просто шик. Ну давайте. Так. Лица. Раз лицо. Два лица. Посмотрим. Лица четкие. Все. Глаза. Губы. Нос. Все четко. Брови прорисовано. Все сделано отлично. Поэтому, когда будете собирать, окрашивать, уделяйте внимание. Дальше у нас. Туловище выполнено из двух половин. Это туловище также из двух половин. Ноги. Вот. Отлично. Так. Стыка при сформе. На данной модели нет. Облоя также я не вижу. Еще хочу обратить внимание на руки. То есть здесь получается кисть руки и от рук она отделена. Также здесь кисти отделены от рук. Это, я думаю, сделано для удобства окрашивания. Чтобы не доставило каких-либо проблем. Давайте приступим к обзорам модели. Так. Давайте посмотрим. Вот. Вот так. Покрышки. Покрышки даже доставать не надо. Классные. То есть тут четко перлито. Даже присутствует небольшой какой-то мини-протектор. Вот две покрышки из резины. Вообще вот эта тема получается, наверное, может быть я ошибусь, если скажу, что первый мировой. Ну, это модель такие ретро автомобиля. Она у компании 7 шикарно развита. И модели, которые они выпускают, они отличные. Уже множество существует, видно, ну, сборок. И модели, получается, действительно суперские. И отзывы по сборкам только положительные. На данном литнике все чисто. Каких-либо дефектов не обнаружено. Дальше следующая литника. Вах, решетка радиатора. Большая отвись. Форд. Классно вообще. Красиво смотрится, вам скажу. Такую модель надо обязательно иметь на полке. Тут также все хорошо и четко пролито. Дефектов не обнаружено. Модель в сборке несложная. Количество талии не очень большое. Так, ну, на данном литнике также все чисто. Да, все хорошо и чисто. Дальше. Это у нас вот литник, скажем так, с дисками. Я не знаю, как правильно. Конечно, диски. Винил на них единицы и будут смотреться суперски. Ну, тут все пролито, все четко. Ну, и последний литник. Это у нас уже детали, непосредственно отличающие машину от других фордов. Это у нас штон пожарный. Емкости пожарные. Ну, тут все хорошо пролито. Решетки, все без каких-либо дефектов. Лестницы пролито, все замечательно. Каких-либо дефектов на данной модели не обнаружено. Ну, литника с подразрачным пластиком. Тут он, я даже не знаю, где используется. Так, смотрю по коробке. Мне кажется, он тут не используется нигде. Но я все равно показал вам. Сейчас он лежит по коробке и не могу вам его не показать. Потому что он суперский. Продрачный пластик. У компании A7 отличный. Через него все видно. Ну, это, я так понимаю, для какой-то другой модификации. Остекление. И, ну, если будете вдруг собирать, знайте, что через эти стекла будет видно все. Вот я закончил свой обзор. Хотел бы сказать, что модель у компании A7 вышла отличная. Если вы занимаетесь 24-м масштабом. А если вы просто увлекаетесь автомобилем, то данная модель должна быть у вас обязательно на полке. Всем спасибо. Всем пока.